Теория заблуждений Теория заблуждений Теория заблуждений Здесь, конечно, надо сказать, что масса была неоднородная, потому что, как мы знаем, строительство Харбина началось еще задолго до 2017 года, туда переезжали уже целенаправленно, как сейчас говорят, по целевым программам инженеры, специалисты, железнодорожники, строители. В общем-то, достаточно большое количество специалистов. А вот как раз, начиная где-то с 1918 года, туда уже начался отток совершенно разнообразный. Во-первых, как мы знаем, там периодически, так сказать, появлялся Таман Семёнов, там были, так сказать, люди, которые... Там были забайкальские, уральские казаки, которые, так сказать, пробирались уже... Дутов-Цианин. Дутов-Цианин, да-да-да. Значит, там были люди, которые просто бежали с насиженных мест, потому что, опять же, как ни странно, во время, там, скажем, обострения этапа борьбы на Волге, вот, так сказать, часть населения, так сказать, откатываясь всё дальше-дальше на восток, остановила свой бег только уже за пределами, соответственно, России. Туда в числе этих лиц попадали и отдельные отряды, ну, про которые, наверное, можно будет потом отдельно поговорить, эти отряды различные вооружённые русских офицеров, которые оказывали сопротивление, так сказать, уже там, в Забайкалье, там, в районе вот современного Горного Алтая. Значит, разумеется, туда после того, как Колчак был передан в Нижнеудинске в руки большевиков, туда, так сказать, отбыла большая часть и, кстати, его офицеров, туда с определённым, по-моему, если я не ошибаюсь, часть чинов подкомандования Войцуховского, то есть, ну, те же Капелевцы, если их так обобщать. Ну, это участники Великого Сибирского ледяного похода. Да, ледяного похода. Да, значит, большую, я повторюсь, большая составляющая была, всё-таки принадлежала казакам, потому что, ну, во-первых, здесь сказалось и то, что с ними наиболее, так сказать, поступали наиболее беспощадным образом. Ну, это декрет Троцкого расказачивания, да, вы видите? Расказачивания, да. Естественно, все, кто так или иначе селился по одну сторону границы, в общем-то, сочли за благо перейти эту границу и оказаться всё-таки, ну, на китайской территории. Китайцы принимали всех довольно-таки спокойно, они единственное, что только разоружали, естественно, все вооружённые отряды, и это как раз вот ни Капелевцам не нравилось, ну, и некоторым казакам. Мы говорили, что китайцам не отдавали всё, ну, в общем-то, трудно сказать. Ну, если судить по документам и воспоминаниям, да, тех же чинов Анинковских частей, то они действительно ведь далеко не всё оружие сдали, потому что там же в 23-м или в 24-м году они там планировали какой-то масштабный рейд. Значит, что-то у них на руках оставалось. С чем-то они это планировали, да. Вот, поэтому надо сказать, что более того, понятно, что после 22-го года, ну, и в 21-м уже этот процесс начался, из Владивостока и Приморья тоже начался отток всех, так сказать, частей. И, как мы знаем, там оказались и представители Молчановских, так сказать, Инра Молчанова, так сказать, частей, и те, кто, так сказать, были участниками земской рати, скажем так, чинами. Очень, очень всего... И плюс ещё, естественно, вот тот огромный поток беженцев, как мы понимаем, шёл отовсюду практически. Вот, так что, вот, наверное, такой очень многослойный получился пирог, такой социальный и, так сказать, этнокультурный, потому что было очень много разных, так сказать, представителей разных и слоёв, и этносов. И, в общем-то, можно сказать, бежала вся Российская империя, весь Восток. Леонид Иванович, вот Харбин в ряду столиц русской миграции оказался, на мой взгляд, на самом таком незавидном положении, потому что про Париж, Берлин, Софию, Прагу, да даже Брюссель. У нас в стране, я имею в виду до 1991 года, говорилось, писалось и даже снималось на телевидении или там в кино, в общем, достаточно охотно. Харбин-то во многом у людей ассоциируется, ну вот сейчас я разговаривал незадолго до встречи с вами, с тремя, в общем, событиями. Первое – это эпопея с генералом Дутовым, да, о ней сейчас поговорим. Второе – это то, что отложилось в память абсолютно у всех, это сериал «Государственная граница», да, где перепутаны немножко курсы, которые происходили в Европе, и они определены, Харбин. И третье – это уже послевоенный процесс Розаевского, Семёнова и Ухтомска, но об этом во второй части поговорим. История с Дутовым, она ведь интересна, на мой взгляд, двумя составляющими. Это была, по большому счёту, первая такая вот операция советской контрразведки на сопредельных территориях, вот это задолго там до Треста и до Синдиката-2. Почему именно вот Дутов вызвал такое вот желание Москвы пойти на физическое устранение этого человека? Ну, здесь сказалось, наверное, вот именно тот градус большой непримиримой борьбы, который именно происходил в Оренбургском казачестве. Почему? Потому что вот таких лидеров, в общем-то, если посмотреть, был, мы знаем, так сказать, Владимир Сергеевич Толстов, вот, так сказать, атаман уральских казаков, был, как мы знаем, в общем-то, и сам Семёнов, который, безусловно, фигура, требующая, наверное, отдельного разговора. Да, это вне всякого, в самом деле, слишком масштабная фигура. Слишком масштабная, да. Ну, вот Дутов, наверное, вы знаете, вот, несмотря ни на что, мне кажется, здесь было определённое опасение, что Дутов был именно той фигурой, которую мог консолидировать вообще все разнообразные, так сказать, казачьи элементы для борьбы с советской властью. Естественно, среди всех прочих, на самом деле, вот, такой определённой харизмой лидера, наверное, всё-таки обладал он, как ни странно. Опять же, это основываясь на воспоминаниях, на воспоминаниях, так сказать, приближённых, на воспоминаниях его, так сказать, лиц, которые с ним служили, казаков. Я думаю, здесь, опять же, вы знаете, наверное, нам трудно сказать с абсолютной точностью причину, почему на это пошла, так сказать, вот, скажем, там, советская сторона. Освободил ВЧК. Да, да, да. Но, во всяком случае, судя, если судить исключительно по воспоминаниям, и даже не напечатаны, даже те, которые существуют в рукописи. И, кстати, вы наверняка, Армен, знаете, что сейчас вот самый большой объём литературы по этому периоду Харбинскому сосредоточен в университете Гонололу, как ни странно. Там есть ряд таких энтузиастов, американцев, вернее, там есть некая американская дама, профессор, которая курирует эту программу. Они очень долгое время покупали и даже рукописи, и даже вот отдельные рукописи, там, напечатанные на ротаторе, так сказать, материалы. И, в частности, конечно, если, так сказать, обратиться к тем данным, которые есть в этом университете, и которые они постепенно тоже стараются, ну, сейчас обрабатывать, вывешивать, в общем-то, на, насколько я знаю, на сайте они должны своё дело давать какие-то ссылки. Дутов, безусловно, очень серьёзно отличался от многих, так сказать, атаманов, которые одновременно с ним, если так можно сказать, оперировали, действовали, воевали с красными. И, опять же, это, насколько я понимаю, был, безусловно, и лидер, которого постарались, безусловно, так сказать, сразу же устранить, чтобы закрыть тему лидерства как такового. Но ведь есть и другой взгляд, в общем, на ту же самую проблему, да, ведь помимо Дутова там была ещё одна достаточно знаковая фигура для белого движения на востоке России, я имею в виду Атаман Анненков, уже бог с ним там, с этим мифическим родством, с декабристом Анненковым. Ну, вот эта вся форма с черепами, да, вот старые такие гусарские, что называются, составные части этой формы. Но ведь Анненков был ещё более лютым врагом советской власти, если так разбираться. Он же относился вообще к категории, по-моему, самых непримиримых людей, который ещё умудрился там даже с Колчаком поругаться. Хотя один из первых-то его и признал. Да, вы знаете, там, если так посмотреть вообще на историю Востока и Дальнего Востока, там получается, что с Колчаком ругались и мирились практически все Атаманы. То есть там не было никогда, в общем-то, такого единства духа, и, как мы знаем, очень сложные отношения Семёнов и Колчака всегда существовали. Да и Унгерна. Унгерна очень, да, в общем-то, и надо сказать, что они не скупились в адрес друг друга на очень резкие оценки, и, конечно, они, в общем-то, сходились только исключительно в случаях крайней нужды, когда уже так получалось, что перевес, так сказать, противника был критическим, и нужны были любые ресурсы, резервы пускать в бой. Анненков был, оставался сам непримиримым, вы абсолютно правы. И, с другой стороны, вы знаете, надежды на то, что Анненков когда-нибудь признает советскую власть, безусловно, никогда не было. И другой только вопрос, я так всё-таки считаю, был вопрос о том, что человека на Дальнем Востоке, конечно, очень хорошо, так сказать, придумать, что нужно его устранить, но как его поймать, это тоже был, так сказать, вопрос не с последних. То есть кто-то был в достигаемости, кто-то вел такую публичную жизнь, достаточно публичного политика, появлялся... Анненков там ещё в тюрьме успел отсидеть, да, 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 он же ещё и... А кого-то просто, вы знаете, физически не могли даже, ну, даже при всём том, что, ну, конечно, аппарат ВЧК был не настолько совершенен, и, в общем-то, и количество людей, которые там служили первоначально, ну, могли справиться с какими-то задачами, но не в том объёме, чтобы вот взять любого практически, там, знаковую фигуру эмиграции, тут же его... Безусловно, человека определённого склада жизни, да, можно было легко найти, установить, так сказать, за ним наблюдение, там, в случае чего вывести, там, как, в общем-то, и бывало, или даже устранить. Но те, которые вели почти что кочевой образ жизни, как Унгерн, опять же, пленение Унгерна, это, как мы понимаем, вообще вопрос исключительно случая. И равно как, вот если мы посмотрим на всех, если так можно назвать, собирать на образом полевых командиров, там, на... Так можно сказать. Вот, там ведь тоже их, знаете, опять же, и эпизоды пленения, эпизоды стычек, они были... Это было огромное восточное, так сказать, пространство степей, так сказать, действительно необъятных, и это была и внутренняя Монголия, это была и граница России, Китая. И поймать там человека, конечно, даже иногда встретиться человеку с человеком там было очень сложно, на этих пространствах. Вот, я склонен считать, что Дутов был досягаем. Дутов, безусловно, был фигурой, который и выступал, как говорится, в прессе, и давал... Он публичный был человек. Публичный, да. Он, в общем-то, в отличие от Аненкова, который жил такой кочевой жизнью от набега к набегу, от операции к операции, от, так сказать, дела такого лихого казачьего к делу, конечно, он был менее, так сказать, ну, скажем так, менее досягаем, хотя, ну, вот, как практика показывает. Да нет, ну, потом, Аненков так совершенно точно относился к категории людей, которых можно назвать, условно, там, полевыми командирами. Да, этот весь покрытый татуировкой, равно как и, собственно, весь его конвой, иссеченный штаба. Человек, который там порол со словами, что как иуду и проходимца. Это же всё, в общем, не очень-то вписывалось в старый концепт русской императорской армии, и белый, который, в общем-то, являлся правоприемником её в некотором роде. А вот это окружение Аненкова, после того, как его он был выведен на территорию Советского Союза, здесь, по-моему, в Новосибирске же, да, был процесс над Аненковым и Денисовым. А вот окружение, что называется, в тот момент уже окончательно сложило оружие, или всё ещё это была достаточно опасная прослойка, как, например, там вот эмиграция в Европе, где там болгарский отдел, югославский отдел. Поскольку это движение было более похоже на партизанское, а не организованное, в отличие от РОВС, да, так сказать, там, естественно, сопротивление, оно инертно продолжалось ещё много лет, и люди отряда Аненкова переходили в другие отряды, так сказать, они постепенно перетекали, как и остатки Капелевских войск, вот, ближе к Китаю, вот, это и отряды Городова, и Бакича, и, так сказать, там много-много, там, на самом деле, очень большой пласт этих полевых командиров, если так можно сказать, офицеров императорской армии, действительно. Да, Бакич вообще славенец был на русской службе. Да, и, в общем-то, личность такая, я бы сказал, недалеко, непроходная, которая случайно возникла на горизонте гражданской войны. Они, конечно, безусловно, кто-то больше, кто-то меньше продолжал борьбу, ну, до тех пор, пока либо человека не убивали, либо он уже складывал оружие и там занимался, там, чем угодно, там, служил, там, шёл продавать, там, допустим, какие-то, я не знаю, жилетки где-нибудь в Харбине, там, помогал, там, так сказать, я не знаю, открывал своё дело и так далее. На самом деле, таких было очень мало, вот те, кто, если мы говорим про окружение Аненкова, конечно, они боролись до последнего, но это был вопрос просто выживаемости. Кстати говоря, вы знаете, вот мы характеризуем их как полевых командиров, а если мы вспомним труд фон Лампы, который мы в прошлый раз, так сказать, упоминали, путеверных, и если мы даже не будем вдаваться, когда он даёт характеристику дальневосточному белому движению, Семёнов у него фигурирует как просто, ну, я бы сказал, личность даже, он, ну, судя по контексту того, что он нам пишет, я не могу сейчас точности процитировать, что он поражается, что это, конечно, было неорганизованное, неофицерское движение, это вот что-то вроде среднем между повстанческим и таким вот диким, таким стихийным сопротивлением советской власти. То есть он даже не квалифицировал Семёнова как некую, так сказать, организованную силу. А что же тогда говорить про всех остальных? Да, на самом деле-то фон Лампы можно понять, потому что он-то сравнивал всё с порядком вооружённых сил на юге России, где даже вот тот же офицерский центр в Харькове, где были штейфоны, сам фон Лампы, там же всё это было в порядке, и дисциплина и субординация, это ведь не Дальний Восток, в общем, где творились-то вещи, ну, более чем странные с точки зрения классического русского военного, ведь Семёнов там не исключение, он как раз наоборот, по-моему, показателен очень в этом плане. Да, да, да. Ну и то, что, конечно, опять же, получалось то, что не было, наверное, такой единой связи всех этих разрозненных белых, так сказать, очагов сопротивления, и каждый вводил на своём участке свои собственные законы, ну, как бы получал, как бы устанавливал свою юрисдикцию, то есть не подчиняясь там ни Колчаку, ни Семёнову, значит, вот индивидуально боролся либо за территорию, либо за какой-то, так сказать, скажем так, за сферу влияния. И вот поэтому, наверное, этот разнобой такой, некая неорганизация, да, это был самый, так сказать, я бы сказал, яркий контраст с тем, что было, вот опять же, на последнем этапе белой борьбы на юге. Ну и понятно, что даже вот, естественно, со всем, так сказать, с той организацией, которая возникла уже на Балканах, там, в Европе, с Ровсом, понятно, что здесь трудно было представить, что... При том, что ведь Ровс имел свой отдел на Дальнем Востоке, да, его сначала Лукомский возглавлял, потом его возглавил Дитрикс, но тут интересно то ведь, что Дитрикс в своих многих указаниях, он шёл, в общем, в прямую конфронтацию с общей линией Русско-Общевоинского Союза, да, потому что если отцы-основатели этой организации, они поддерживали великого князя Николая Николаевича, то Дитрикс это считал совершенно иначе, он как раз поддерживал молодых великих князей. Да, да, ну вот здесь вот сказалась разность, наверное, всё-таки уже политических убеждений, которые к этому времени сложились, и он, по-моему, так особенно не скрывал, это, можно сказать, человек, принявший на себя титул земского воевода, да, воевода земской рати уже говорит о чём-то, о том, что он, так сказать, был, безусловно, сторонник духа и буквы такого настоящего, так сказать, монархизма, вот, пусть даже, скажем так, ну, я даже не берусь давать оценку им на окраске этого монархического направления, ну, мне кажется, он, да, он, его можно легко противопоставить, вот, в частности, тем же политическим воззрением людей, которые поддерживали Николая Николаевича в РОВСе, в европейском. Вот, поэтому, но, опять же, и он не слишком, так сказать, долго там удержался, он прошёл такой вот яркой кометой, и мне кажется, что всё-таки вообще Дальний Восток, он тяготел к такой дезорганизации, даже вот работа РОВС, она немножко была всё-таки всё равно другой. Там какой-то, знаете, вот, если так упомянуть фигуральное сравнение, дух такой запорожской вольницы царил всегда. Удалённости, так сказать, от центра и такой вечной импровизации. Это бескрайние сибирские просторы, наверное, ещё тоже сказывались. Сказывались, да, да, да. И вот это, вот, конечно, безусловно, долгое путешествие всяких, так сказать, циркуляров и, так сказать, всяких там отношений, которые в Европе, скажем так, с большей скоростью проходила и, как бы, становилось достоянием, так сказать, информированности, люди были информированы, то до Дальнего Востока пока это доходило, пока, так сказать, это интерпретировалось. И, вы знаете, наверное, вот в этом смысле там же ещё возник очень интересный феномен Дальневосточный. Там, как бы, число сторонников фашизма и фашистских партий, оно просто среди офицерств было, я бы сказал, зашкаливало, если мы даже сравним с... Да, мы сейчас во второй части об этом будем говорить. Олег Геннадьевич, а вот процент офицеров на Дальнем Востоке, в том числе в Харбине, он каков был примерно вот среди всей вот этой массы русских беженцев? Он был, в общем-то, если сравнивать с Западной Европой, он был не менее значительный, но дело в том, что там получилось, так сказать, несколько этапов оттоков, и те офицеры, которые, скажем, уехали и оказались в Харбине там в 20-м году, в то время как, так сказать, другие их, так сказать, скажем так, соратники по борьбе ещё в 21-24-м продолжали активные боевые действия, там, скажем, да. Часть из чинов, допустим, отряда Вальцеховского, приехавшие, перешедшие границу, оказавшиеся там, уже к 22-23-му году многие, скажем, не то чтобы оставили идею службы или борьбы, но они уже избрали себе массу других специальностей, они шли там работать, ну, можно говорить, охранниками в казино, там, подряжались к китайцам на золотые прииски, так сказать, брали практически любую работу, чтобы прожить. Опять же, феномен офицера-таксиста тоже весьма характерен для Харбина. И вот в связи с тем, что часть офицерства растворилась, вот в такой, я бы сказал, гражданской жизни, может создаться впечатление, что численно было меньше, но нет, потому что, если мы учтем, во-первых, всю, так сказать, весь Восточный фронт адмирала Колчака, если мы к этому добавим и Жевцева-Воткинсов, если Викторина Молчанова, вспомним, так сказать, опять же, Земскую Радь, там очень-очень, ну, даже в процентном соотношении, наверное, было не меньше, чем, так сказать, армия Врангеля, я думаю, по-калецу. Другое дело, что ввиду многоэтапности этого процесса, часть из них просто затерялась. А, как ни странно, вот очень много жаловалось руководителей на то, что многие офицеры не хотели регистрироваться. А вот почему, кстати, да, в Европе с этим не было проблем. В РОВС, ну, в той или иной степени посчитали, по-моему, всех, кого только можно, даже нижних чинов, которые зачастую были не самым устойчивым кадром. Да, да. А вот там почему-то, вот, вы знаете, это еще, видимо, надо действительно более предметно исследовать, но там, во-первых, потрясающая интеграция офицерства в коммерческую жизнь, то есть, это отмечают даже все исследователи, эмигранты, что такого количества предпринимателей, как в Харбине офицеров, просто, наверное, Европа не могла знать и не знала. Одно дело работать на заводе Рено, там, или быть, так сказать, грузчиком в Марсельском порту, другое дело открывать, значит, свое, значит, охранное бюро, или там, так сказать, наоборот, вот то, что называется с ЧОПом, или наоборот, там, снаряжать, допустим, ездить там в экспедиции, там, различные, там, пушнина, золото. Это как бы, видимо, с точки зрения ресурсов, которыми обладал Дальний Восток природных, он предоставлял такие потрясающие возможности для, так сказать, маломальских, так предприимчивых людей, что многие предпочли, наверное, забыть о своем боевом прошлом и уже окунуться в исключительно такую коммерческую, так сказать, жизнь, уже как бы не вспоминая о том, что было совсем недавно. Хотя, опять же, не все, и, как мы знаем, там, скажем, казачество было и оставалось непримиримым, вот. И самая известная акция советской власти, это вот как раз такая массовая бойня в трехречи, когда с советской границы перешли отряды частей особого назначения и устроили там, так сказать, буквально массовые повальные избиения, так сказать, во всех станицах в трехречи, которые там казаки успели установить. Но это вот как бы, если говорить о казачестве, строевые офицеры, к сожалению, вот там, в общем-то, оказались в таком меньшинстве, которые готовы были и хотели участвовать и в политической жизни, и сохранить себя как военный кадр. Олег Геннадьевич, последний вопрос, который я успею задать в этой части. Вот офицеры интегрировались в мирную жизнь, оставив в прошлом свою борьбу за единую неделимую Россию. А нет ли в этом некой измены офицерскому долгу, офицерскому мундиру? Ведь в Европе-то картина была диаметрально другая. Они там до 80-х, до 90-х даже годов. Вот 94-й год, последнее же письмо, вот это осколков уже остатков белой эмиграции, там же один из подписантов, фейерверкер второго ударного Корниловского полка. Человеку там за 90 лет было, он всё ещё вот жил с той мыслью. Да, да, вы знаете, это удивительно. И, как ни странно, в общем-то, это можно назвать, безусловно, некоторым отступничеством от вот этой идеи. Почему это произошло, конечно, сказать очень сложно. Почему, может быть, в контексте того, что вообще на Восточном фронте, так сказать, ну не знаю, мне кажется, что и сам ход борьбы, и накал страстей военных, он был несколько иной. Если мы вспомним, на юге России, ну мы не будем брать там запад, север, возьмём юг, подчёркнуто трепетное отношение к военной атрибутике, к экипировке погоны. И даже в эмиграции всё это продолжилось. Вспоминаем, так сказать, армии, так сказать, колчаковские, где беспогонные солдаты, беспогонные офицеры, условно, так сказать, абсолютно ничем не отличающиеся от своего противника. При море то же самое. Понимаете, вот погоны оставляли, сохраняли лишь действительно кадровые офицеры, которым, в общем-то, было совершенно невозможно. Это только в фильме Чапаев капельские части были так красиво одеты, так сложенно шли. Да. В эфире программа «Теория заблуждений» в студии Армен Гаспарян. У нас в гостях доктор исторических наук Олег Гончаренко. Беседуем мы сегодня про русский хорбин. Олег Геннадьевич, вы в первой части упомянули, и теперь я предлагаю уже непосредственно вернуться к этой теме, поскольку она выплывает всякий раз, когда речь заходит про хорбин. Я имею в виду рассвет всероссийской фашистской партии. Нигде, и тут я с вами абсолютно согласен, нигде среди центров русского россияния эти идеи не получили такую мощную подпитку и такое мощное развитие, как в Хорбине. Ведь именно там, собственно говоря, и была написана азбука русского фашиста Константином Радзоевским, издавался журнал «Нация», там же формировался вот этот всероссийский фашистский фронт, который потом одним из центров имел уже нацистскую Германию. Олег Геннадьевич, почему именно Хорбин достал местом притяжения русских фашистов, и почему эту партию возглавил, в общем, человек, ну не получивший, мягко говоря, признание на фронтах гражданской войны? Да, это, вероятно, армянного права абсолютно из всех, так сказать, парадоксов войны гражданской, уже постпериода этого, когда, казалось бы, на удаленном Дальнем Востоке, где идеи, так сказать, итальянцев, да, итальянского фашизма, ну, сколько они должны были туда добираться, так сказать. Более того, во главе действительно стал не Чин Роуфс, не яркий герой гражданской войны, который мог и имел право, так сказать, сказать, что это является формой продолжения борьбы против большевизма. Действительно, стал человек достаточно, ну, может быть, даже сказать, случайный, я не побоюсь этого слова, случайный не сколь в политике, сколь вот именно как фигура, которая стала во главе такого мощного движения фашистского, который, в общем-то, был поддержан огромным количеством иммигрантов. И опять же, здесь мы не будем заблуждаться, в том числе и казачество. Генерал Кислицын, который, в общем-то, тоже не отличался таким, я бы сказал, нравом легким и простым, вот он был одним тоже из больших, так сказать, вдохновителей, активных участников. Есть тому очень много объяснений, есть, в частности, такое мнение, что это была реакция на, в общем-то, проявление таких вот элементов либерализма в китайском обществе, которые были занесены туда американцами, англичанами. Вот некое торжество либеральной идеи вызвало противовес, отторжение этого. Хотя русские, как мы знаем, и защищали, так сказать, все поселения иностранцев. Вот был шанхайский русский полк небезызвестный, который, главная задача которого входила, в частности, поддержание, скажем так, порядка в поселениях, которые, где проживали иностранцы. Ну вот, наверное, отчасти из-за большой концентрации, ну, опять же, это мнение, да, большая концентрация либеральных идей, вот, неспровержение монархии, так сказать, в Китае, как мы знаем. А не было это неким ответом на интернационализм, который был, в общем, локомотивом политики тогда уже в Советском Союзе? Да, вы же знаете, Роман, что происходило в тот момент в Китае, в Харбине в частности? По соглашениям между правительством стали поступать и приезжать советские работники, они стали занимать посты на КВЖД, они стали, так сказать, скажем так, неотелемой частью харбинского политического пейзажа, и понятно, что... Там же консульство, по-моему, еще в Харбине было. И консульство было советское, естественно, эти люди приезжали не только работать, но, как мы понимаем, часть из них ехала специально, так сказать, ну, для, как это говорит, пропаганды, идеи третьего интернационала, там, ну, и, так сказать, прочих, с прочими, так сказать, поручениями. Понятно, что и их тоже весьма неестественная концентрация на одном маленьком клочке такого политического пространства, как ему был Харбин, может быть, Шанхай, там, два-три других крупных города, она вызывала вот такую реакцию отторжений или, так скажем, мобилизацию вокруг какой-то, я бы сказал, не такой тривиальной идеи для того времени. Я думаю, что, опять же, едва ли кто-то из участников, офицеров, был хорошо знаком с доктриной фашизма, кто-то читал Муссолини, кто-то читал перевод его, так сказать, доктрины, сделанные тоже русским офицером Новиковым, я не помню его чин, но я знаю, что он занимался переводами трудов Муссолини. Поэтому я думаю, что здесь вот исключительно таким образом можно было объяснить, хотя, наверное, логично было бы, да, если бы подобное движение было столь сильно, массивно расцвело бы именно в Германии, там, в Италии, но, как мы видим, да, этого не происходило. То есть всегда было, в общем-то, весьма такое спокойное, взвешенное отношение. Я не знаю, знаете ли вы эту историю, но если нет, я вам расскажу просто по поводу Германии, как раз, расцвета нацизма. Тогда все те же нацмальчики, о которых мы с вами говорили, у них был очень известный человек по фамилии Трегубов. И однажды вот он зашел как раз на собрание фашистской партии местной, где услышал о том, что все абсолютно большевики причащаются мацой. Ну, в общем, полный напор старого такого черносотиного фольклора из двухглавого орла. Он не выдержал, значит, объяснил им, что это все такое. И через неделю в русском книжном магазине он увидел газету, которая вышла с заголовком «Позор, значит, подголоску Трегубову». И он потом вот, он дожил уже до 90-х годов, и он все время жалел о том, что он не купил ту газету, что он бы прослался на весь мир. Вот здесь интересен момент, что ведь при всем при этом, вот дальневосточный вариант русского фашизма, он же был очень и очень своеобразным. Я понимаю, что у нас у всех людей, родившихся в Советском Союзе, при слову фашизм, ну, такая уже генетическая реакция. Но это поскольку история, в этом надо разобраться. Русский фашизм, он же был несколько другой. Ведь доктрина Родзаевского, она все-таки с огромным таким вот нашим российским духом. Ведь он умудрился включить в это определение русской нации абсолютно всех. Да, включая Юкагинов и Ндебеле. При том, что это не имеет ничего общего с доктриной Гитлера, например. Почему такая скверна, выражаясь вот тем самым языком? Что, в общем-то, наверное, различало два фашизма, если так можно сказать, фашизм немецкий и дальневосточный, все-таки, наверное, опять же, их идеологи, которые, в общем-то, писали, или, я бы сказал так, интерпретировали фашизм. В германской интерпретации мы прекрасно знаем, что это такое, и даже повторяться, наверное, не имеет смысла. В интерпретации Родзаевского, в общем-то, и его единомышленников, которых было, ну, нельзя сказать, что очень много, но были, и они совместно, так сказать, вот мы, возможно, действительно, и поговорим и о них, и князь Уфтомский, и, в общем-то, ряд... Да, Власиевский там же был. Да, Власиевский, да, там достаточно много было людей, которые были, в общем-то, не просто активными, так сказать, участниками, но они, действительно, очень многие были готовы участвовать на уровне, вот, я бы сказал, создателей доктрины, со-создателей с Розаевским. Он, как бы, и не претендовал на авторство, он, безусловно, обращался, так сказать, обращался к соратникам, обращался, так сказать, даже, если так можно говорится, к народу с пожеланиями. Он хотел создать, как я понимаю, некую универсальную доктрину политическую, которая бы, скажем так, помогла вернуть Россию на некий, так сказать, ну, более-менее соответствующий исторический путь. То есть, он был как раз одним из тех, кто думал, что будет после. В одной из предыдущих передач мы с вами говорили, что многие думали о том, как свергнуть советскую власть, а вот что делать потом, ну, на самом деле, были самые общие такие представления. Мне кажется, в этом смысле Розаевский заглянул немножко вперед и захотел предложить вот это вот знаменитое Солженицкое словоседание, как нам обустроить Россию. Он хотел именно, вложил это все вот в концепцию некого фашизма. Другое дело, что, может, неправильное для этого было, так сказать, избрано название. Это, безусловно, был не фашизм в таком, в чистом... Да, ну, потому что, опять же, забегая вперед, он же потом напишет в конце войны письмо Сталину, где покаяться за все возможные совершенные им ошибки и скажет, что мы были слепы просто, потому что то, о чем говорили мы, построили вы, а мы этого просто здесь не заметили. Да, да, вот это как раз его письмо покаянное, оно прекрасным образом характеризует, собственно, и причины, и цели, и, собственно, смысл его деятельности. Это была попытка такого бескомпромиссного взгляда на будущее России, истории, попытка, скажем, его улучшения с практической точки зрения. Ну и, естественно, с учетом тех ошибок, которые уже были совершены в период, там, между 17-м, там, допустим, и 20-м годом, вот, и после этого. Я думаю, что этим, конечно, были бы рады заниматься в Европе и Младороссы, и они были свои, так сказать, взгляды. Ну, у них там царь Совета. Царь Совета, да. Вот, но Розаевского была более такая приближена к реализму такая картина. Назвать его однозначно фашистом, наверное, в общем, в чистом таком муссолинивском смысле этого слова, конечно, наверное, было бы нельзя. Но там очень своеобразный был все-таки у него коктейль идей. Олег Геннадьевич, но даже вот удаленность Харбина от европейских центров русской миграции не спасла Харбинцев от вот того самого тлетворного влияния европейских организаций, я имею в виду в том плане, что объединиться все равно не очень-то получилось. Да, вот они затеяли создавать уже в 30-х годах, незадолго до начала Второй мировой войны, Всероссийский фашистский фронт. Подписали туда генерала Туркула, подписали Ивана Солоневича, обнародовали декларацию, но дальше-то на лад дело не пошло, потому что все равно каждый тянул на себя одеяло. Родзаевский, который наблюдал, в принципе, вот за всеми этими эмигрантскими склоками, а иначе это просто нельзя назвать, с 20-х годов он-то что для себя выводов не сделал. Зачем ему надо было влезать в эту историю, ставить свою репутацию как такого единого вождя русских фашистов на карту, прекрасно понимая, что все равно не договорятся, потому что он для Туркула никто. Безусловно, да и, наверное, он никогда бы не смог, если бы случилось такое, допустить, что в истории вдруг они вдвоем оказались бы, так сказать, у руля, так сказать, уже внедрения этой идеи, так сказать, практического. Я не уверен, что бы они договорились, и, скорее всего, это было бы новые и новые конфликты. Вы знаете, для него это, безусловно, для Розаевского это был тоже еще шаг отчаяния, потому что со временем, как показала практика, все вот эти благие идеи реструктуризации России, ее политики, они настолько вот себя уже, так сказать, показали, ну, мягко говоря, не очень эффективными, что к концу войны, вот до того, как он еще написал письмо, он уже понял, что, по крайней мере, на политическом поле Дальнего Востока, идеи эти вряд ли могут быть воплощены с теми людьми, с которыми ему, так сказать, там приходилось работать. От этого, очевидно, был жест отчаяния, перекинуть мостики в Европу, попробовать, так сказать, соединить, ну, даже, можно сказать, несоединимое. И, конечно, да, здесь стояла репутация, безусловно, но человек, это была последняя, вот предпоследняя попытка, это было обращение к Сталину, и уже, в общем-то, действительно, поворот лицом к реальности, что, в общем-то, вы знаете, да, мы хотели бы, мы признаем, так сказать, что мы топтались на месте, и вот. Я думаю, здесь, конечно, не обошлось без определенной политической игры, но это, я бы назвал это жестом отчаяния, скажем. Вот письмо к Сталину, это открытая уже капитуляция, здесь не может быть никакой иной точки зрения на этот счет у всех, кто читал этот документ. И все равно ведь начинается третий процесс по делу белых иммигрантов. Первый это были казачьи офицеры, потом последовал процесс по Власову и офицерам Комитета освобождения народов России, вот третий процесс, так называемый дальневосточный. Ну, то, что на скамье подсудимых оказался Семенов, в общем, было понятно. Там история с золотом Колчака, который он все пытался вытащить, значит, у японцев. Но Розаевский-то, который уже во всем покаялся, это же такой вот дальневосточный аналог Шульгина, который вообще ко всему уже отошел. Его можно было бы ссылать также во Владимир и давать возможность там сниматься в разных советских публицистических фильмах. И действительно, это был бы очень хороший пример раскаивающихся иммигрантов. На самом деле, вот советская пропагандистская машина упустила такую возможность. Я думаю, что главным образом здесь, опять же, сыграло злую шутку название партии, понимаете. Ни сколь личность, так сказать, ее масштаб или ценность, сколь название партии. Если бы он, допустим, назывался, так сказать, я не знаю, если бы возглавлял какую-нибудь аграрную партию иммигрантов России, или, я не знаю, условно говоря, какую-нибудь там либеральную, там, социалистическую, вряд ли бы его постигла та участь. Но здесь, понимаете, на волне вот такой общей, так сказать, на электризованности атмосферы слово фашизм, оно сыграло с ним вот настолько, я бы сказал, скажем так, этот человек не сделал столько для фашизма, чтобы быть вот как бы приговоренным к такому, я бы сказал, наказанию, ну, мягко говоря, даже очень достаточно суровому. Вот, то есть, ущерб от его деятельности прямой, как, в общем-то, и советской власти, и, в общем-то, и в войне, он был, в общем-то, не был столь, скажем так, адекватен тому, что этот человек, в общем-то, ну, как бы, к чему его приговорили. Но с учет того, что сами японцы прекратили деятельность этой организации в 41-м году, то есть, можно сказать, что всю Великую Отечественную войну Радзоевский просто был выключен. Сторонним наблюдателем за всей этой истории. Он был выключен, он уже был отправлен фактически на такую, знаете, скамью запасных политических деятелей. И, в принципе, действительно, ведь мы знаем примеры, когда, я бы сказал, весьма очевидные, когда, например, из списка военных преступников товарищ Сталин вычеркнул Маннергейма лично красным карандашом. Вот можно поискать, так сказать, какую-то логику в этом, но Маннергейма вычеркнули, Радзоевского решили для страски наказать. Олег Геннадьевич, вы знаете, я вот поспорил бы с вами по поводу того, что возглавляй Радзоевский там какую-нибудь условно-аграрную партию, да, ведь была же крестьянская партия России, да, и ее лидеров, в общем... Тоже ждала... В Праге, да, не самое светлое будущее. Поэтому, мне кажется, что здесь все-таки дело зависело не в том, что именно он возглавлял. Да, нет, нет, да вы правы. Здесь просто, вы знаете, как раз именно наложение вот этого, так сказать, я бы сказал, политического момента, когда таким образом ставилась точка в истории победы над фашизмом. То есть, обязательно, как бы, лица, относившиеся, занимавшие не последнее место, Радзоевский, как известно, и не стремился к последнему месту в партии, естественно, понесли заслуженное наказание, так сказать, вот с точки зрения советской власти. А потом надо еще вспомнить, что советская пропаганда до 43-го года еще говорила про бело-фашистов, а Радзоевский, как никто другой, наверное, во всей эмиграции, не только там в Харбине, а даже в Европе, олицетворял собой как раз вот именно вот это определение. Да, безусловно, тем более, что, в общем-то, его труды публиковались, они читали свои эмиграции, быстро ли они доходили, медленно ли они доходили, в общем, действительно, и я уверен, что у советского правительства его, скажем так, у тех людей, которые его вели все это в иностранном отделе НКВД, у них была четкая картина, да, сложившаяся картина такого непримирившегося врага. Олег Геннадьевич, когда мы говорим про Харбин, нельзя не упомянуть про общество и, естественно, культуру. И, наверное, одно из первых имен, которые вспомнятся у современного читателя при словах русских Харбин, это будет не смело. Да, здесь ведь есть очень характерные строки, я с вашего позволения процитирую. «Вырос ты без тюрем и без стен, чей кирпич свецом исковыряли. В наше ж время не сдавались в плен, потому что в плен тогда не брали». Это настроение характерно уже для 40-х годов или оно все-таки ушло безвозвратно в прошлое, тогда в 30-х? – Я думаю, что, в общем-то, поколение офицеров Несмелого, которые, так сказать, прошли и фронты Первой мировой войны, и потом, в общем-то, он был достаточно, я бы сказал, долгое время капелевским офицером. И, в общем, на самом деле, если посмотреть на его творчество, оно вообще, скажем, большей частью, она посвящена войне гражданской. В общем, у него совершенно есть проникновенные строки про броневик капель, который ржавеет в депо. – Ну, как у Савина на юге России, соответственно, там же большая часть стихов о гражданской войне. Да, он действительно, вы знаете, наверное, олицетворял собой вот тип такого человека, не сдавшегося, и, наверное, писал он это, и подписался бы под этими строками и в 40-е, да живи он, так сказать, далее, 45-го, там, и, может быть, в 50-е, но, конечно, трагизм его судьбы, он, наверное, тоже, знаете, естественный для этого поколения людей. То есть, кто-то, так сказать, погибал на полях гражданской войны, кого-то потом вывозили и этапировали уже дальше в стране. Кто-то погибал, да, так сказать, вот в тюрьме, как Несмелов. – Но это уже 45-й год, да, когда Красная Армия оказалась в Харбине, и тогда же пострадала могильная плита генерала Капеля. Ну, а это-то зачем? Вообще-то, существует такой рассказ очевидцев, что первоначально, когда ее хотели разбить солдаты, кто-то из командующих, имя офицеров сказал, что отставить, этого не делать, и, в общем-то, этого какой-то момент никто не предпринимал, эти попытки. Но, опять же, потом, согласно, так сказать, рассказам очевидцев, эта плита, ее решили уничтожить. Это уже было, так сказать, принято решение в штабе, который распугался в Харбине, так сказать, в штабе армии. И вот дело в том, что уничтожить это, так сказать, сравнять с землей, а разбить это скорее, видимо, уничтожить не уничтожили, но разбить, видимо, не помешали кому-то. То есть это, я считаю, что это был такой некий, так сказать, жест. Это отголосок фильма «Чапаев» на Владимира Роскочекапеля просто упал, вот тот вот замогильный ужас, который внушали вот эти шагающие без единого выстрела офицерские ряды у братьев Васильевых. Вы знаете, я сейчас приведу интересный пример, который происходил примерно в то же время, только в Восточной Пруссии. Существует такой рассказ, что, значит, на могильной плите Эммануила Канта, который уж меньше всего провинился перед большевиками, какой-то, значит, человек штыком выцерпал, вот это Кант тебе за вещь в себе. В общем, здесь нужно только догадываться. Конечно, это был эрудированный советский офицер, наверное, но вот, наверное, по тем же соображениям плита Капелев была, так сказать, разбита. Олег Иванович, русский Харбин до какого года продолжался? Вообще-то, вот я бы поставил такую границу где-то середины 50-х. Почему? Наверное, это были последние уже, так сказать, эшелоны добровольно репатриирующиеся лица, потому что до этого, как мы знаем, с приходом к власти Мао Цзэдуна, были воздвигнуты гонения на всех, так сказать, эмигрантов, в особенности белых эмигрантов, как носителей чуждой коммунистической, так сказать, идеологии ценностей. И мы знаем, был массовый отток эмигрантов через Филиппины, через Тубау-Бау. Это США, когда как раз изжевцы и воткинцы оказались. Да, изжевцы и воткинцы, да, на западное побережье США они перебрались. В принципе, достаточно такой агрессивный всплеск был идеологический, когда уничтожались, так сказать, кладбища, закрывались магазины. Ну, кладбища сравнивались с землей практически, старые Харбинские, где упаковились, так сказать, россияне, которые там еще находились, были похоронены с начала века. А вот в 50-е годы все это завершалось таким оттоком для воссоединения. Люди возвращались, ну, опять же, с известной долей условности, добровольно. В 40-е годы вот был, после 45-го года был некий элемент такого насильственного увоза, как это происходило и в Европе. А в 50-е вот в основном стали отъезжать либо молодое поколение, которое было очаровано, так сказать, рассказами о строительстве социализма в СССР, желанием поучаствовать в возрождении страны. Или которая видела уже другую армию. Да. Это все-таки была уже не РКК 20-х годов. Да. Это уже была та армия, которая пришла с погонами, с трибутикой, так сказать, с императорской армией, некоторые, так сказать, с сельбантами. И вместе с тем были, безусловно, и такие ручейки, лиц, которые просто не хотели или сомневались по каким-то причинам, не хотели возвращения. И понятно, что эти ручейки насыщали вот те иммигрантские, скажем так, озера в Австралии, в Соединенных Штатах, опять же, на Филиппинах, ну и в других, так сказать, странах. Но я бы так определил, где-то в середине 50-х это вот последние, так сказать, из Магикан. Хотя, безусловно, были люди, которые остались там жить и прожили, в общем-то, и до нашего времени. И надо сказать, что это были буквально единицы. Те, которые вписались, скажем так, и в контекст эпохи, ассимилировались во многом, да. И которые, в общем-то, не особенно были востребованы как, ну там, востребованы в кавычках, как политические противники, над которых можно было судить, там, сажать и так далее. Леонид Геннадьевич, русский Париж ассоциируется в первую очередь, теперь уже, с Энженовье-де-Боа. Русская Америка, та вот, эмиграция того времени, о котором мы говорим, теперь, наверное, ассоциируется уже с Жордан-Виллем. А с чем ассоциируется Харбин? Ну, вы знаете, в Харбин, можно так было сказать, там было достаточно, я бы сказал, основная часть известных харбинцев, скажем так, навечно упокоилась на трех больших кладбищах русских, которые располагались в самом городе, которые, кстати, больше всего пострадали после культурной революции, потому что есть замечательная книга Татьяна Жалевич, это такая австралийская исследовательница, которая публиковала фотографии своего отца, который, значит, за время годы в Харбине фотографировал все некрополи русские. Значит, и более того, значит, ему удалось сфотографировать, что с этими некрополями стало после культурной революции. И, конечно, на эти, в общем, фотографии нельзя смотреть без некоторого содрогания, потому что все, что было воздвигнуто, построено, было нещадно разрушено. Могильные плиты использовались в строительстве сунгарийской дамбы китайцами, как практический, так сказать, такой материал. И, к сожалению, вы знаете, вот в этом смысле Сан-Джиньеве-Добуа получила более счастливую судьбу, чем вот российские кладбища в Харбине. То есть весь тот богатый, я бы сказал, искусствоведческий архитектурный материал, который там был, он был буквально уничтожен. Оставшиеся какие-то буквально чудом плиты были перенесены на одно кладбище, если не ошибаюсь, в таком части Моди-Гоу, где вот возле русского храма они были, ну, там, скажем, условно тоже так распределены. Что осталось с останками русских, сказать, в общем-то, несложно. Потому что кладбища были, китайской администрации, превращены в парки культуры и отдыха. Олег Геннадьевич, самый последний вопрос, который я успею с вами сегодня обсудить. Почему Харбин, вот при всем том, что это интереснейшая история с огромным числом самых разнообразных сюжетов, не менее, а скорее всего, наверное, даже и более интересных, чем иммиграция в Европе, о которых написано уже сотни книг в нашей стране, не вызывает особого интереса у социума. Вот с чем это связано? Вы знаете, я думаю, что это, в общем-то, нужно отнести к успехам китайского правительства в, скажем, там, по превращению... В истреблении памяти? Это было провозглашено как одна из задач, с этим успешно справились. Оставшиеся архивы Харбинские можно получить доступ к ним только через разрешение местного райкома коммунистической партии или с разрешения какого-то секретаря. Насколько я знаю, у них там тоже невероятно сложно. Невероятно сложно, потому что надо, видимо, писать петиции. Они есть, они существуют. Я думаю, что было бы очень... Наверное, новый импульс к изучению Харбина получился бы, если бы, опять же, кто-нибудь попал в эти архивы из исследователей и, так сказать, просмотрел вот тот полувековой период жизни города, когда он был создан, когда он создавался при участии, соответственно, русских инженеров, строителей, железнодорожников, так сказать, и других. Более того, и, конечно, что происходило там с людьми, которые пришли туда после гражданской войны. Но это вот, у кого хватит сил пробиться через китайскую администрацию партийную. Ну, будем надеяться, что рано или поздно подобные подвижники найдутся. Может быть, это сможете вы сделать, и дай бог, что называется. Просто, опять же, смотря уже теперь на многие вещи ретроспективные с 2012 года, я вспоминаю 92-93 год и скудность литературы тогда, и сравнивая с тем, что, в общем, исследователи, да и просто любители истории нашей страны получили теперь уже вот сейчас, спустя 20 лет. Олег Геннадьевич, спасибо большое, что вы нашли время сегодня, пришли к нам, ответили на наши вопросы. Спасибо большое, Роман, спасибо за приглашение. Напоминаю, что в гостях у «Теории заблуждений» сегодня был доктор исторических наук Олег Гончаренко. Беседовали мы про русский Харбин, центр русской дальневосточной миграции 20-30-40-х годов. История, которая, к огромному сожалению, пока известна немногим, но будем надеяться, что пока. Я, Армен Гаспарян, прощаюсь с вами до следующей недели. Всего вам доброго и помните, грядущему всегда предшествуют его тени. Теория заблуждений Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова